Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть в марш 22 ферму. И опять я вас обманул, получается, сказав, что встретимся в следующем году. У нас, друзья, до сих пор октябрь 9 года. Мне тут в голову пришла просто гениальнейшая мысль. Я захотелся кое-что прикупить, но мне не хватает денежков. Поэтому сегодня мы попытаемся их заработать, устроив большую распродажу. Надеюсь, что справимся относительно быстро. Что у нас вообще происходит, друзья? Я выполнил все кон... Точнее, как выполнил? Я собрал весь урожай со всех контрактов. Он весь на базе, его еще надо отвезти, контракты закрыть. Также была скошена вся вот эта вот трава люцерна-клевер. И все поля были посыпаны известью. И вот мульчер по 45-й вот заканчивает. Осталось его только удобрить, и все. Там у нас все путем. Также 38-й, 34-й, 35-й, 36-й и 46-й поле было избавлено от сорняков. Сейчас на 39-м у нас полольник работает. Когда закончат мы там, как обычно, пустим нашу гербицидную поливалку. И ему еще останется 19-е, 59-е. В общем-то, это в любом случае надолго, не сейчас. После сборки урожая 49-е, 43-е поле с подсолнечником, а также поля, где мы свеклу собирали, там уже посыпано известью, но еще не замульчировано. Надо будет, соответственно, все это дело замульчировать. Поле, которое 49-43 еще надо будет полить или посыпать навозиком. А поле со свеклой, поля со свеклой, надо будет обязательно еще перепахать, собрать в с них камни и тоже, наверное, посыпать какой-нибудь такой гадостью. Но, друзья, самое главное, самое главное, это, конечно же, продажа. И давайте зайдем, посмотрим, что мы сегодня можем продать. Что у нас прям по хорошей цене сегодня будет? Во-первых, молоко. Да, это не максимальная цена, но она неплоха. У нас его есть миллион семьсот тысяч литров, но на самом деле я предварительно бы забил производство молоком, где оно требуется. У нас три производства таких есть. Молочный завод, сыроварня и лаборатория. Ну а сколько останется продать? С этого мы поимеем миллион. Силос, друзья, пока что продавать не будем, ждем января. Плюс у нас еще немножко добавится силоса, около пяти миллионов литров. Но это оставим на зиму. В принципе, тут много чего есть по хорошей цене, но не так много товаров. Не знают, что делать пока с удобрением. В принципе, мы пока справляемся, оно идет в плюс. Но, наверное, не стоит оно того. На жидкое удобрение сейчас прям вообще хорошая цена. Эти 150 кубов можно на самом деле и продать. Еще в конце концов продастся вот эта вот вся история. Камни, чернозем, щебень, песок. Но тут не сильно много денег мы за это получим. Поэтому уже потом за кадром. Просто у меня тут выписано еще, друзья, надо разгрузить производство все, то есть вывозить продукцию. Но это я уже действительно за кадром все сделаю. Плюс еще производство же пообслуживать надо. Компост по хорошей цене идет. Компост надо продать, значит, 357 тысяч. И его со всех уголков надо будет собирать. Ну ладно, соберем. Туалетную бумагу можно продать, кстати. 145 кубов у нас на складе лежит. Вот два контейнера отвезти. Пиво, кстати, немножко выработалось. Это я время чуть-чуть перемотал. Завод запустился. Все работает, все хорошо. А вот эти сейчас тоже по хорошей цене. Но пока что нет, пока что мы его трогать не будем. А вот, друзья, что мы давно действительно не продавали, это всякую нашу рыбу. И креветки и омары, их уже накопилось довольно-таки много. И, как видите, тут прям вкусненькая цена. То есть мы миллион получим. Да, сейчас опять-таки цена не максимальная, но все равно хорошая. То есть вот за это все мы получим 2,5 миллиона, даже больше. По факту вообще этого всего, наверное, нам даже и хватит. Поэтому я бы ограничился чисто рыбой. Денег нам хватит. Кто у нас завершил работу? Мульчер у нас завершил работу. Друг, у тебя еще много работы. Так что давай, едь. Давайте начнем с маленьких полей. Поле 4,5 едь. Давай, мульчеруй. А это поле надо удобрить. Заниматься этим будет наша удобрялка. Давай, друг, едь, удобряй мне то поле. Так вот. Я думаю, что мы ограничимся рыбой. Именно ровно на те деньги, которые нам надо. А это у нас будет продавать... Правильно, наша Вольва вот это рефрижератор. Значит, 5 поездок ему таких, 5 таких, 4 таких и 4 таких. На самом деле, довольно много. Давайте начнем с Камбалы, которая поедет у нас в магазин Lidl. На самом деле, можно поставить ему... Ладно, 5 поездок, действительно. А 9 поставим уже на следующий. И припарковаться по завершению поставим нет, чтобы он нам рассказал, когда он закончит свои темные делишки. Итак, выгрузка, выгрузка, выгрузка. Магазин Lidl. И везешь ты Камбалу. 5 раз, давай, погнал. Да, за Камбалу не так много денег будет. Ну и ладно. Вообще, кстати говоря, знаете что? Наверное, имеет смысл даже чисто креветки Амары продать. Тут будет 2 200. Нам хватит денег. Все, замечательно. Тогда стой. Давай 4 раза креветки в Эдаку. Все, я все передумал, да. Я люблю так делать. Креветки в магазин Эдако. 4 раза, погнал. А мы пока займемся тем, что контракты пораспихиваем. Я, друзья, весь, кстати, наш урожай, который мы собирали, 43, ну, подсолнечник, да. Я его весь сразу же вывозил с поля на наш НПЗ. И 292 куба здесь получилось. Там на 3 часа оставалось подсолнечник. И поэтому, в общем-то, это действительно примерная цифра того, что получилось. Топлива много, но есть его куда вывезти, если что. С этим я потом буду разбираться. Нам надо контракты, друзья, закрыть. Вот, а свеклу я почему-то вывозил на склад. И у нас получилось 1,8 млн свеклы с наших двух полей. Этого чуть больше, чем на год работы нашего завода. Соответственно, был еще контракт на свеклу. Все остальное это у нас по контракту. Ну, давайте начнем закрывать эти самые контракты. Соевые бобы. Их есть 166 кубов. Мы вывозим сразу все подчистую. Два контракта. Один в порт. И второй тоже в порт. Это на 3 поездки. Везим будешь заниматься у нас ты. Едешь в порт и возишь туда соевые бобы. Погнал. Всего 3 раза тебе надо сделать. Поэтому давай едь везим. Также у нас на складе из того, что прям подчистую не надо считать, это табак. Его 64 куба всего. Поэтому мы отправим 1 грузовик. И нашего малыша следом забрать. Он у нас на продажу на склады идет. С поля 69. Давай, друг, тебе одна поездка будет. Это будет продажа на склады. И везешь ты туда табак. Его оставлять смысла никакого нет. Давай вези. Ну и поможет тебе, конечно, в этом нелегком деле. Маленькая наша вот эта возилка, которая заберет остатки. То, что не влезет в эту фуру. Тоже продажа на склады. И тоже табак. И один разик всего. Давай, погнал. Вот. И смотрим тогда по подсолнухам. 280 кубов у нас есть. Но мы же хотим немножечко оставить себе. Я в этом особого смысла, конечно, не вижу. Но ладно. 101 куб надо привезти по 17 полю. И 166 500. То есть 267 кубов. Ну, грубо говоря. 265, скорее всего, тоже засчитается. И тоже в порт надо возить. Это 4 поездки для фуры. А дальше будем смотреть по остаткам. Там, скорее всего, маленький трактор тоже справится. Давай 4 раза. Подсолнухи и в порт. Черт, у него топлива мало. Ну, ладно. Что мы за ним проследим потом? Так, а что это у нас тут за поддон? Такой некрасивый лежит, который всем мешает. Ну-ка, давай исчезни. Где-то при выгрузке что-то опрокинулось. Видимо. Все. Пошла у нас загрузка. Будут у нас денюжки. Что, конечно, не может не радовать. Так, а я же забыл совсем, что я ему пределы наполнения выставлял в 100 кубов. Сейчас-то он нам не нужен здесь вообще ни разу. Поэтому мы его сбрасываем. Пускай заполняется полностью. И продает сразу по 110 кубов. Также, друзья, пока свободное время, наверное, имеет смысл запустить фрожный прицеп. Который будет возить в яму и заполнять траву на силу. Единственное, только знаете, что надо посмотреть? Что у нас по компостеру? И что надо отвезти на компостер? Сколько надо сделать запасов? Ну, сейчас мы это посмотрим. Может, как много производств. Итак, травы. Там лежит 370 кубов. Этого нормально. Люцерна 270 тоже нормально. Клевера вообще много. Мы тогда ничего не повезем. Люцерны, наверное, имеет смысл чуть-чуть отвезти. Отвезем два маленьких прицепчика. Потому что там у нас следующая люцерна в апреле только будет полгода. Хотя у нас 400 кубов требуется в год. 436. Можно и не сильно париться. Итак, значит, какой, друг, у тебя план? Во-первых, что у нас тут по траве? Травы почти 2 миллиона собралось. Это получается 7 поездок. Тут удобрялка удобряет хорошо. Получается 7 поездок в яму. Мы их сразу же выставляем. И, конечно же, менять тебе... Вот, менять точку доставки. Значит, загружаться ты будешь у нас... Контракт 69 выполнен. Хорошо. Загружаться ты у нас будешь на биогаз северный склад тюков загрузка. А выгружаться будешь силостная яма и начинаешь с центра, со второго. И вот эти 2 миллиона ты туда везешь. И когда он их туда отвезет, мы тогда запустим уже трактор, который это все сгребет в одну большую кучу. Поэтому давай, друг, катайся. Тем временем у нас освободился ман. Которого можно отправить возить свеклу. 613 кубов. Да, в общем-то, больше 10 раз надо скататься. И потом все 3 мана сразу отправить. Давайте посмотрим, кому больше нужна помощь. Здесь 3 раза подсолнухи, 2 раза соевые бобы. Значит, подсолнухи. Стоять, бояться. Вези подсолнухи 2 раза в порт. Во, погнал. А вот этому товарищу мы тогда оставим одну поездку. И примерно одновременно они все освободятся. Хороший план, хороший план. А этот контрактик мы, кстати, принимаем. И берем сразу же культивацию. Я ее сейчас выполнять не буду, потом запущу всех сразу. Так, а этот не выгружается? А почему? Потому что магазин эдако контейнер. Все правильно. Не та точка разгрузки. Бывает. Давай едь на правильную точку разгрузки. И разгружай мои креветочки. И хоп, пошла продажа. Денюжки покапали. Слава богу, здесь в эдаку ездить близко. Еще б вот он загружался-разгружался чуть побыстрее, было бы приятнее. Нам, я так понимаю, молоко даже не придется трогать тогда сегодня. Меня это вполне устраивает на самом деле. Как много еще всего надо будет сделать на самом деле в этот октябрь. И перевозок куча. И на полях работы еще будет. Хотя там много чего можно будет распределить до весны как-нибудь. 290 тысяч у нас продано с одного прицепа и 42 тысячи за эко-счет. Эко-счет мы, кстати, подняли последней уборкой. У нас все поля сейчас по 99, кроме поля, на котором сейчас полонник обрабатывает от сорняков. Но, когда мы пройдемся там нашей поливалкой, здесь тоже станет там 98-99. Все поля мы выровняли, везде 98-99. Средний 99, 15% у нас надбавка. И это классно. Так, а ДжСБшка не уехала. Я даже знаю почему. Потому что там, наверное, стоит сила загружаться, да? Да, конечно. Ты у нас вдруг траву возишь. Давай траву грузи. Да, количество товаров, которые у нас здесь хранятся, уже даже на 2 экрана не помещается. Уже 3 страницы листает. И в правый верхний угол вот этот. Точнее, верхний, нижний. Здоровеннейший список. И еще 7. Кстати, друзья, мы же начали делать пиво. И белое бочковое пиво у нас является бустером нашим лесорубам. Можно будет по одному поддону потом завести каждому лесорубу. Они их тратят прям крайне мало. Но это докинет 10% на выход по дереву. А 10% это получается 18 кубов в суд. Добавится еще дополнительно. То есть будет 198. А у нас требуется 192. Наверное, имеет смысл все-таки будет отвезти, да? Тем временем, контракт на поле 68 у нас еще завершен. Да, потихонечку тут все возится. ДжСБшка приехала, травку привезла. Она здесь яму все позабивает. И потом еще долго придется это все дело трамбовать. В целом у меня в октябре тут еще все равно много чего делать по вебкурсплею. Солома, наверное, имеет смысл продать кубов в 9 отсюда. Возможно, тоже потом продадим. Так, кто у нас завершил работу? Полоник у нас завершил работу. Это он, конечно, молодец. Но, друг, для тебя это еще не все. Очень много, очень долго он вот это все делает. Давай поле 19 обрабатывай. А мы тогда еще возьмем нашу поливалку, чтобы поднять эко-счет на 39 поле, которое у нас только что закончило свою обработку. Вот отсюда вот и пойдешь работать с острыми углами. Все как обычно. Давай, едь, работай. Ну и сзади у нас ДжСБшка начала выгружаться. Лепота. На балансе, друзья, я хочу сегодня насобирать ровно 5 миллионов. И когда мы их насобираем, мы сможем кое-что прикупить. То, что нам, в принципе, в этой карьере абсолютно уже не нужно, но хочется. И у нас больше 5 миллионов будет, потому что мы еще же контракты закончим, плюс еще будут контракты. И я все еще думаю про какое-нибудь тюкование, например, вот это. 50 тысяч, плюс сено еще там сверху копейки какие-то упадут. 53 будет, да. Он тут сразу высчитывает. Это ладно потом, как настроение будет. Я иногда просто их за кадром делаю, именно на сено. Правило какое-нибудь 41 поле, просто одно большое. Если, конечно, время для вот этих товарищей есть, которые там работают. Замечательный контракт, который не требует его вмешательства по факту. Так, ну что, первый прицеп у нас выгрузился. Замечательно. И еще 290 тысяч там упало. Плюс эко-счет. Ну, кстати, последний прицеп подсолнухов поехал. 86 700. Это еще 26 кубов надо будет привезти. Давайте сделаем вот так. Прямо вот этого товарища. Два раза отвезти подсолнухи. Разумеется, в порт. Только возить ему не полные прицепы, а по 13 кубов. И будет 26. План капкан. Давай, друг, вози. А маны сейчас освободятся, и мы их отправим возить тогда свеклу. Между тем, этот ман, кстати, 8 тысяч километров пробега пробил. Уже сибишки, правда, 8 500 уже. Белый ман последний покупали, у него 6 200. А красный мы покупали, кстати, самым первым. У него тоже 8 400. Да уж, накатали товарищей по этой карте немало. И у них еще сегодня работы просто охренеть, сколько ждет. Я думаю, что этот может даже и девятку пробить в этом году еще успеть. Это в среднем, получается, вот этот ман проезжает по 1000 километров в год в сезон. Обалдеть. Ну, кстати, следующий год будет юбилейным, десятым. Так, водитель двигается КЗС. Кто двигается КЗС? Кого смелости хватило? А, тот, который прибыл на парковку. Ну, съезди, заправься. Куда мы, кстати, свеклу будем возить? Райфайзен. Такое себе. Вот, кстати, он уже приехал, припарковался. И, по-моему, счетчик у него сейчас тоже собьется. И он опять три раза там на подсолнухе поедет, да? Пока посмотрим. Ну, по-моему, да. Опять сбросится просто и все. Да. Вот, два раза. Стой, друг, тебе туда не надо. Ты у нас будешь возить свеклу на Райфайзен. Сельхозторг Райфайзен. И возить свеклу. Сейчас мы посчитаем, сколько раз. Вообще, этот у нас самый быстрый ездит по настройкам. Поэтому я бы его отправил самым последним. Чтоб он ни от кого не уезжал. И они там все вместе катались. Сколько нам надо свеклы отвезти? 613 кубов. Это 10 поездок. Одному 4, остальным по 3. Или давайте вот этого сразу отправим. У него будет 4. А вот этих ребят перехватим. И сразу же отправим их возить по 3 поездки. Стой. Ты у нас будешь возить свеклу. Где у нас здесь свекла? Свекла. И тоже на Райфайзен. Пока. И 3 поездки. Пока он съездит. Пока он еще починится. Съездит отлично. Тот первую свою поездку сделает. И упрется в ней. Догонит. Соевые бобы. Тоже приехали. Последняя. Значит, следующие ты повезешь у нас свеклу. Вот она свекла. Контракт завершен. Уже 3 миллиона есть. Прекрасно. И возить ты тоже будешь на Райфайзен. И 3 раза. Тоже товарищ. Давай погнал. И у нас завершил работу наш мульчер. Ему осталось еще третье поле. Замульчировать. Давай. Едь. Мульчируй его со всей силы. Сначала на АЗС. Ничего страшного. Друг. Вот как вот это случилось? Ты же нормально ездил. Все было путем. Что-то придется суперсилы его отсюда поднимать. Сам оно отсюда не выйдет. Сколько раз? Он 2 раза съездил. И 2 раза ему осталось. Да? Он 3 раз загрузился. Почему он сейчас здесь уперся? Непонятно. До этого все было нормально. Почему он где-то так нормально подзастрял? Давай вот здесь у тебя кинем. Тогда получается одна поездка ему остается. Давай разгружайся. Беленький кстати уже приехал разгружаться. А эти 2 мана еще едут только на загрузку. Это значит нормально. Он их как раз и догонит. И останется кстати после этих 10 поездок 19 600. Но я думаю что 18 500 тоже зачтется. Мы просто отправим нашего малыша одну поездку сделать. Когда он вернется. И весь контракт будет засчитан. И все лишнее останется нам. Идеально по счету получается. Только его конечно еще дождаться надо. Пока он освободится. Так тем самым у нас GCB уже рядом выгружается. Потом здесь выгрузится. И потом здесь еще одно такой же ряд. Такую же колбасу выложим. За пределы ямы они не выйдут. Как раз 2 миллиона здесь отлично вписывается. Мы это все сгребем в кучу. И остатки я уже потом докину. Он кстати как вклинился сюда. Тем временем еще 290 тысяч упало. Уже на балансе 3,5 миллиона. Осталось всего полтора. Насобирайте нам. И мы это сделаем. Не забываем еще за контракты денежки упадут. О, маны как раз видите всей троицы и приехали. А белый вклинился получается тоже между вот этими двумя. Черный же первый ехал. А, он же чиниц заезжал. Все правильно. В общем-то пока что тогда получается просто ждем пока маны освободятся. И креветки продадутся. Да, на Райфайзена они кстати быстро съездят по 3 раза. Ну, относительно быстро. Около 2 минутам в одну сторону здесь ехать. Так, вот этот товарищ у нас в последний раз едет загружаться креветочками. И потом ему надо будет возить омары. Это уже в магазин Алди. Давайте поставим здесь омары, а здесь поставим еще 4 раза. И после выгрузки надо будет просто слоить момент и поставить ему в магазин Алди контейнер. 80 кубов последней поездки, неполный прицеп, но такова жизнь. Какую херню я иногда несу, да? Тем временем маны разгружаются здесь по очереди, у них все хорошо. Но черный по-моему очень сильно отстает от всех. Я просто некоторым иногда корректировал настройки. Максимальная скорость, скорость в поворотах и так далее. Они по-разному настроены, с разной скоростью ездят. А мы вот за этим сейчас товарищем проследим, где он там убился, разложился в прошлый раз. Мне это не очень понравилось. Так, поле 67 выполнено, это наш подсолнечник. Вообще давайте ему тоже скорость в повороте снизим на всякий случай, чтобы он не разбалтывал там, где не надо. Это вот на этом перекрестке его тогда сложило-разложило. Ну да, и он здесь сильно режет. Вот, он сейчас, кстати, повезло, проехал. В прошлый раз не повезло. Да, разгружается он крайне медленно, но ничего. Далее, в общем-то, он возит у нас омары на магазин Aldi. Сейчас он отсюда переедет, мы его переключим это все дело отсюда, когда уедет. Магазин Aldi, контейнер. Магазин Aldi у нас где? Это тот, который здесь или здесь у нас Lidl? Или здесь у нас вообще этот хрузмак, да? Вот, магазин Aldi около 55-го поля, далековато. Ну, в общем-то, долго тогда он будет ездить. А еще, друзья, кстати, сегодня 13 января у меня, как бы, старый Новый год, да? Через 15 минут. Я так понимаю, что наша фура закончится ездить уже, типа, в следующем году. Между тем, возилка, кстати, приехала. Давайте ее тоже на одну поездку отправим. Там, кстати, как раз, вроде как, всем по одной поездке осталось, по одной загрузке. Так, друг, смотри, свекла тебе. И тоже на Райфайзен один раз. Давай едь. Да, со свеклой относительно быстро получилось. А Джесси Бишка уже выгружает третий прицеп. Он тоже грузится долго, ввиду, конечно, большого количества, большого объема. Разгружается еще дольше, потому что он сначала вот разгружается просто, потом перестает разгружаться, делает паузу, отъезжает вперед и опять разгружается. Вот такая вот история интересная. Так, у нас погнали загружаться Амары, да? Погнали. А фуры меж тем уже по последнему разику у нас разгружаются. Сейчас красненький разгрузится и поедет парковаться. А черный еще даже не доехал до загрузки. Да, красный тоже, видимо, быстрее ездит. Все, он свое дело сделал. Насколько я понимаю, если я правильно посчитал, то это последняя поездка ему должна быть. Следом белый залетает, сейчас тоже разгрузится. Последний раз. Этот тоже пошел разгружаться. Черный, кстати, уже загрузился. Тоже уже летит сюда. Через 2 минуты приедет. Вот 86% произведена доставка, 97% контракт. Да вроде должно хватить. Чуть что всегда можно будет отправить еще раз, это не проблема. А тем самым, кстати, трактор приехал у нас раньше, да, точно. Еще 18,5 кубов сейчас приедет у нас в тракторе, так, по мелочи. Представляете, вот не было бы вот этих больших манов. Все приходилось бы вот такими тележками возить. Сколько бы он уже накатал, а? Один, одинешенький. 89% доставка. Что-то у меня есть подозрение, что нихренашеньки нам не хватит. Хотя вот, недоставлено 60 кубов всего, 60,5. Но там лишние тысячи, оно должно будет засчитаться. Сейчас посмотрим, вот он черный приехал. А Вольво до сих пор не довезла Амары. Он реально там минут 5 едет, наверное, туда. И ему 4 раза надо съездить, кошмар. Так, давайте-ка на всякий случай прикинем. С Амаров мы получим... А, они уже в кузове, мы уже точно не узнаем, сколько мы получим. Ну ладно. Итак, свекла, последний прицеп у нас разгружается. И он должен засчитать контракт нам. Что-то здесь засчитал, даже кубов 10 осталось раньше. Немножечко раньше оно там, все это дело засчитывается. В общем-то, тогда мы принимаем вот эти вот все контракты. Получаем одну вспашку, еще 4 культивации, разумеется, их принимаем. И у нас есть 4 миллиона. За Амаров мы получим больше миллиона. То есть 5 миллионов у нас будет точно. Поэтому оставляем Вольво кататься. Он, кстати, там уже почти доехал. Давайте посмотрим, сколько денег получим за один прицепчик. Это же всегда интересно, да? Мне почему-то интересно. У нас там была точная цифра, сколько мы получим за продажу всего. Плюс еще 15% в ЭК счет. Так, ты здесь должен заехать. Вроде бы раньше заезжал. Такой, знаете, не самый удобный триггер. Но нормально, заезжает. Боже, как же долго ты разгружаешься. Это кошмар. У меня реально больше минуты уходит на это дело. Чуть быстрее, чем куб в секунду. Вот так вот на глаз, если принимает. Но там 110 кубов. Почти 2 минуты. Итого, 292 тысячи нам падает за один прицеп. Плюс 43 еще в ЭК счет. Друзья, ждем, пока этот товарищ у нас докатается. И пойдем покупать новые штуки классные. Итак, друзья, у нас продаются последние Амары. Точнее, не последние. А будет еще один неполный прицеп. Сколько там? На 80 кубов, да? По-моему. Но вроде как с этой продажи у нас уже должно будет быть 5 миллионов. Если я все правильно посчитал. Пускай продаются. Тем временем у нас вроде как закончил работать мульчер наш. Последнее, третье поле он замульчировал. А я уже, друзья, отправил сюда плуги. Вот этому товарищу 57 минут работать получается, если верить инспектору. Вот этому товарищу 27. Ну ничего, пускай катаются. Еще останется камня с этих полей собрать. И в принципе они готовы к посеву. Может быть, если будет время, мы потом еще польем, посыпем какой-нибудь гадостью. А здесь у нас получается предпоследняя доставка вот в этот угол. И потом еще в центр там остатки 120 кубов высыпется. Так что тут почти тоже все закончилось. Что у нас тут по омарам? 80 кубов должно остаться. Да, 79,999. Иногда вот эти литрики, знаете ли, исчезают. У нас есть 5 миллионов. Это прекрасно, друзья. И погнали покупать то, что собирались. Опять я, знаете ли, держал какую-то интригу, не говорил, что. Хотя по названию серии понятно, но вот спонсорам не сильно понятно было. А зачем эта интрига была? Друзья, я хочу купить 78 поле, которое стоит 4,908,000. Это за счет 20% скидки, за счет контрактов. Не зря мы их все выполняли. Неплохое поле, кстати, 16% всего и листы и гнины. В основном супер здесь углинок. И мы его покупаем. И побежали на него посмотрим воочию. 118,000 у нас остается. Еще там какие-то копейки придут. Плюс еще за контракты что-то будет. Но это, правда, все быстро у нас исчезнет. Потому что у нас амортизация недвижимости и наше производство жрут просто нещадно. Но покупок больше в этой Корее никаких у нас не планируется. Ресурсы все у нас есть. Всякие вот эти вот извести, семена, удобрения и все остальное мы производим свое. Топливо производим свое. То есть деньги тратить нам, по сути дела, не на что. Поэтому, в принципе, они нам и не нужны. С другой стороны, в январе будет продажа силы с там на несколько миллионов денег. Поэтому все это дело у нас отобьется к следующему году. Повисим в минусе, не страшно. Итак, друзья. У нас есть здоровянное поле площадью 110 гектаров. И на следующий сезон я хочу засеять его коноплей. Есть у нас тут такая культура, оказывается. Я не знаю, как у нее урожайность вообще. Вот она. Но, во-первых, она прилично стоит сама по себе. И она дает еще конопляную солому. Которая тоже прилично стоит. 167 за солому это много. Для сравнения, солома бобовых стоит 25. Поэтому, в общем-то, я хочу упороться. И это, знаете, просто на продажу. Собрать поле такого вот урожая. Но это поле у нас уже засеяно. Как бы мне и сильно не хотелось. Жаба, конечно, может быть и душит где-то. Чтобы этот урожай снести нахрен отсюда. Все-таки халявное вроде как, да? Но нет, друзья. Это поле мы перепашиваем и все переделаем. Поэтому, на ближайшее время, что мне надо будет делать с этим полем? Во-первых, разумеется, нужно взять с него пробы. Что это нам эко-счет так сразу вообще сильно подкосит? Ну да, здесь 32. Всего 10% надбавка сейчас будет. Ничего страшного. Возьмем пробы. И поднимем, соответственно, на этот уровень. Здесь, конечно, все не очень хорошо у нас. По извести удобрею. Но, в любом случае, немножко поднимется. Ну так вот. Нужно будет взять пробы. Скорее всего, по извести здесь будет просто вообще капец. То есть, ее будет прям очень много уходить. Обычно она новая поля, неухоженная, так и уходит. У нас ее есть почти миллион литров. Надо будет с производства извести забрать, перевести на базу. Но, в общем-то, надо будет посыпать это поле, соответственно, известью. Пахать его, слава богу, не надо. Я думаю, что я дупо пройдусь именно вот мульчером. Чтобы оно было еще и замульчировано. И уничтожу этот урожай именно мульчером. Если это, конечно, сработает. Если не сработает, то культиватор. И, друзья, конечно же, камни отсюда надо будет собрать. Это будет прям супер долго. Но у нас с вами вся зима впереди, куча перевозок и так далее. Ну и в следующем году, весной, по-моему, у нас в апреле идет посадка этой замечательной культуры. Да, в апреле идет посадка, в сентябре сбор. Ну, в общем-то, в следующем году тогда этим и займемся. Кстати, не исключаю вероятности того, что вот у нас 115 тысяч осталось. Я сейчас отправлю просто товарища собирать пробы. И на это потратится намного больше денег. Есть, конечно, замечательная кнопочка. Здесь уже есть зачет минерального удобрения и так далее. Наверное, мы сбросим, да? Зачем нам это? Так вот, купить данные о почве. Да, это будет 296 тысяч. Мы справимся за 169, потому что, скорее всего, отправим сами покататься. Не вижу никакого смысла покупать. Время у меня взять эти образцы есть. Но, друзья, все это дело я сделаю за кадром. И мы уже с вами действительно встретимся в следующем году, в январе. Именно. Следующая серия для спонсоров, друзья, выйдет, увы, не скоро. Потому что я затеял очередную экспериментальную херню. Мне в голову ударило. Я, конечно, когда начну ее снимать, я дико об этом пожалею. Но главное начать. Вот. Так что, как обычно, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Если бы не вы, это все для вас, в первую очередь. Вот. Если на канал не подписаны, то, конечно же, подписывайтесь. Про лайки не забываем. Про комментарии не забываем. Финальный рывок нас, в общем-то, ждет, по сути дела, наверное, в следующей серии. Есть у меня такое подозрение. С вами был Никита Дилэй. В общем-то, всем пока-ки.